Это проект Гражданское общество в студии Яна Коробицына. Сегодня поговорим о детях с палеотивным статусом, то есть о тех, кто имеет неизлечимую болезнь. Как правило, родители, столкнувшиеся с тяжелым диагнозом своего ребенка, теряются и не знают, что им делать, какие права у них есть и кто должен сопровождать их семью. В свою очередь, медицинским работникам тоже не всегда известно, как оказать палеотивную помощь. Соединить два мира, тех, кто нуждается в поддержке и тех, кто должен ее оказать, взялось региональное отделение Всероссийского общества родителей детей с инвалидностью Хабаровского края. На это организация получила муниципальный грант. Как изменится жизнь детей с палеотивным статусом, расскажет председатель организации Дмитрий Коломийцев. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, сколько у нас в крае, в городе всего семей, в которых растут детки с палеотивным статусом. Ну, смотрите, специфика палеотивного статуса нам говорит о том, что это неизлечимое заболевание, которое влекет к ухудшению жизни и здоровья и к ограничению продолжительности жизни. То есть мы понимаем, что это люди, дети, взрослые, ну, сейчас говорим о детях, уходящие из жизни, только вопрос, сколько это, день, два, три, год, четыре, пять, десять лет. Поэтому цифра, она меняется в силу всем понятным причинам. Сейчас официальная статистика, которая у нас есть, у нашей организации, у нас есть в Министерстве здравоохранения, таких семей в Хабаровском крае, которые имеют детей с палеотивным статусом, ну, скажем, детей, сто восемьдесят. Там плюс-минус в одну либо другую сторону. В городе Хабаровске, по-моему, это порядка восьмидесяти детей. Вот, я могу немного ошибаться, вот, но мы сейчас говорим о этих цифрах. Это цифры с официально установленным палеотивным статусом, а чтобы его установить, это не просто желание родителя, либо желание врача, это проводит медицинская комиссия. При обращении законного представителя проходит ВК, врачебная комиссия. Которая устанавливает этот статус. Поэтому это тоже непростая процедура. Но если, опять же, говорить о численности, взаимодействуя с федеральными специалистами, экспертами в палеотиве, в детском палеотиве, это и фонд Вера о помощи палеотивным хосписам, и наша всероссийская организация, которая также активно работает в данном направлении, в Белгороде есть сильный детский хоспис, то статистика наша, она навряд ли отражает реальное состояние с численностью детей, которые могут получить палеотивный статус. И мы видим, это причина в том, что неполное понимание именно на местах медицинскими работниками о необходимости установления данного статуса пациенту, рекомендации просвещения родителя в этом направлении. Знаете, мы сталкиваемся с тем, когда выявляем, почему у ребенка, которому сейчас 10 лет, у него сложное генетическое заболевание, он находится, скажем так, с трахеостомой, и у него идет регресс состояния здоровья, он вот в 10 лет так живет, и палеотивный статус ставится только сейчас. И объективно говорят, смысл нам было про это говорить, он же так, статус ребенок инвалид, все льготы есть. Вот это вот непонимание, почему это важно и нужно, порой нам не дают ту цифру, которую есть. Мы взаимодействуем с семейными, которые вот у нас на прямой связи, мы выйдем на них в рамках проекта. Я хочу сказать, что порою сталкиваясь с такими же детьми, с такими же заболеваниями, состоянием, и мы оцениваем, наши родители, это и врачи в том числе, у нас координатор направления здравоохранения, это Анна Каверина, более 20 лет в медицине, должна вот защитить кандидатскую в данном направлении. У нас есть свое экспертное сообщество, еще есть наши родители, мы говорим, что они объективности рассмотрения этой ситуации, эта цифра должна быть больше. И есть, опять же, определенная подход и формула расчетов, она, можно сказать, не совсем официальная, но с ней и согласны сотрудники Минздрава федеральными, есть доля детского населения, общего доля детского населения с инвалидностью, есть определенная формула, которая примерную цифру дает, на которую нужно рассчитывать, и мы существенно ее ниже. И сколько согласно формуле? Там в районе не менее 500 таких детей, у нас в крае должно быть. Но, опять же, говорю, мое мнение может быть субъективным, это оценка нашей организации взаимодействия с федеральными экспертами, с ней могут быть и не согласны, но все-таки мы считаем, что мы должны были подать этот проект, его выиграть и вложить нашу частицу в развитие очень важного направления детского палеотива в одной команде с Минздравом и с другими органами власти, которые должны сопровождать и помогать таким семьям. А почему это вообще важно, да, установить этот статус палеотивности, чем помощь при... ну, обычная, да, ребенок с инвалидностью отличается от палеотивной помощи? Ну, смотрите... Нет разницы, поэтому и не устанавливают. Палеотивная помощь – это вообще комплекс мер, которые в соответствии с тяжелым состоянием здоровья, ну, по-простому, человек уходит из жизни, вот, умирает постепенно. Вот нужно сделать так, чтобы каждая его минута была наполнена качеством. Это значит, более быстрее должно быть и оперативное обеспечение необходимыми лекарственными изделиями, препаратами, если нужно, и обезболиванием. Это раз. То есть, потому что мы же понимаем, что каждая минута в этом случае важна. Не может и даст. Вот, конечно. Это совершенно другие подходы, совершенно другой уровень оперативности медицинского сопровождения. Но в условиях реалии, которые есть сейчас, это важно. Это важно. Вот. Плюс это понимание того, что человек, несмотря на такое состояние, он все равно, и ребенок в том числе, должен получать образование, должен получать социокультурную помощь. Иную, другую социальную помощь, может быть, даже в каком-то активной жизни, но мы же понимаем, что неспроста у него этот палитинный статус, и такое состояние здоровья, он неспроста. Очень тяжелое заболевание, прогрессирующее. А значит, и подход к обеспечению всеми этими услугами должен быть другой. Должен быть совершенно иными индивидуальными подходами. К примеру, ребенок находится дома на аппаратах жизнеобеспечения. Но он все равно, и его семья должна понимать, и он, сам он живой человек, должен быть вовлечен во все социокультурные процессы нашего города, не выпадать из этой жизни. Я не говорю, конечно, что он должен принять участие в демонстрации шествий, но его вовлеченность. А сегодня такие ребята вовлечены? Я вам хочу сказать, что работа в этом направлении ведется. У нас заключено межведомственное соглашение в 2020 году при поддержке полномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае. Мы заключили соглашение. Это заключение Минздрав, Минобор, Минспорт, Минкульт, Министерство социальной защиты, Епархия, Варди, волонтерский центр. Что мы должны объединиться, чтобы помочь этим семьям. Вот, из части проекта тоже я хочу вернуться к комплексному подходу этого соглашения. Потому что мы одни из участников, мы пытаемся в этом соглашении что-то сделать. Я уверен, что и другие участники соглашения это тоже пытаются. Но я хочу сказать, что обсуждение реализации, допустим, этой нашей межведомственной работы, чтобы мы какие-то итоги подвели совместные, пока не было. Соглашению 4 года. Выводы я не знаю, делать либо не делать. Но семьи живут, и мы с ними взаимодействуем. Мы знаем, с какими проблемами сталкиваются. Проблемы вовлеченности, в образовании детей, в подходе этих детей. Проблема, знаете, вот ребенок находится на ИВЛ, к примеру, дома. Мы же понимаем это. Не должно быть никакого отключения электричества. Вот по нашей инициативе Сергей Анатольевич, мэр города Хабаровска, давал поручения всем управляющим компаниям через администрацию. Должно быть выстроено прямое взаимодействие с такими семьями. Но это опять же, знаете, семья, которых мы выявили, которые с нами на связи. Их оказалось немного. Там, по-моему, 11 семей изъявили желание, чтобы передали. Так вот мы взаимодействуем с 30 семьями города Хабаровска. С детьми с полиативным статусом. 11, чтобы передали в администрацию. Чтобы их соединили напрямую с организацией, которые отвечают за жизнеобеспечение дома. Удалось наладить? Ну, как бы сказать, жалоб не поступало. Отчет нам пришел, что со всеми на связи вышли. И будем считать, что да. Но, вы знаете, в чем проблема была? Мы вышли с этой инициативой на Минздрав. И говорим, вот у мэра города нашего есть прекрасная инициатива. Нашу идею поддержал. Администрация должна знать, где живут эти семьи, чтобы быстро им прийти на помощь и помочь. Давайте подумаем. Ну, нам сказали. Ой, как, это защита перс данных, мы не знаем. Вот мы там им семьям... Пусть подготовят памятку, мы семьям раздадим, и они будут знать. Ну, де юра, я понимаю, что это забота персональных и защита их данных. Это так. Но мы же для человека работаем. Ну, что такое памятка? Тем более, соглашение, это вот межведомственное, оно говорит о том, что мы можем обмениваться и данными, касающиеся людей. Ну, по мне, ответ был из истории формальности. Вот уже ведете, да, по крайней мере, держите на контроле какое-то время эту ситуацию, работаете с семьями. Что-то нужно кардинально, да, изменить проект в их жизни, в жизни таких семей, в которых растут детки, живут детки с пролиативным статусом. Цель проекта вокруг семьи, и также у нас мы в рамках проекта хотим охватить запланированный охват детей с пролиативным статусом, проживающим в детском психо-ролитическом интернате. Вокруг них сплотить все необходимые службы социального блока, культуры, досуга, сфер услуг, которые есть, вокруг места проживания. Ну, живет семья на такой-то улице, в таком-то доме. Мы с ней взаимодействуем, определяем спектр ее потребностей и желаний. То есть, допустим, проблема там, если там выйти из дома, там сходить в магазин, проблема с, возможно, культурой, досугом ребенка, именно в подходе, нет возможности, так же, как все, а это объективно. Не знаю, есть проблема с образованием, то есть с социальным обслуживанием. Тут важно рассмотреть саму семью, на себя даже если примерить, если в семье умирает у тебя ребенок, нам нужно работать над сохранением качественных отношений супруга и супруги, чтобы, не дай бог, ячейка не распалась, чтобы они думали о продолжении своей семьи. Их нужно поддержать, чтобы у них была возможность, возможно, вместе время без ребенка провести. Ну так, как их можно поддержать, вот, сторонние помощи? Вот. Да сходить на каток дать возможность, бесплатно. А, возможно, даже не дать возможность сказать, ну, что им трудно обратиться, а предложить. То есть мы проанализируем, найдем, что они захотят, выступим тем мостиком. И попробуем для них это организовать. Проработать вопрос о психологической помощи братьям-сестрам в таких семьях. Мы про них тоже не должны забывать. Это серьезный стресс проживает вся семья. Ну, у тебя ребенок умирает. Это очень тяжело. И мы должны ее сохранить и замотивировать дальше жить, развиваться, правильно принять эту ситуацию, ее неизбежность. И понять, что для тебя ты для нас важна, мы о тебе помним, знаем. Вот. И каждая минута прожитой жизни твоим ребенком бесценна для нас. То есть здесь неважно, сколько ты проживешь. Здесь вопрос, как ты проживешь, даже если это будет одна минута. Наполнить качеством, да, жизни. Да. Знаете, как можно сказать. Вот сейчас система – это четко выстроенный такой трафарет. Знаете, вот как детская раскраска. Мы когда ее покупаем, есть службы, структуры, создана система, взаимодействие идет. И вот я без обвинений никому, каждый работает по максимуму. Я уверен в этом. Но совершенствоваться мы должны. И вот мы свою задачу хотим эту раскраску разукрасить разными цветами. Наполнить ее счастьем. Помочь наполнить. Вот именно разными цветами нашей жизни, которые, возможно, поблекли при такой сложной жизненной ситуации, когда твоему ребенку устанавливают паллиативный статус, а значит, у него неизлечимое заболевание, которое ведет к уходу из его жизни. Дмитрий, спасибо вам за то, что раскрашиваете жизнь семей с детьми с паллиативным статусом. Надеюсь, все получится в работе и в проекте. Напомню, сегодня у нас в студии был Дмитрий Коломийцев, руководитель регионального отделения Всероссийского общества родителей детей с инвалидностью Хабаровского края. Это была программа «Гражданское общество». До новых встреч. Хабаровск. Гражданское общество. Программа о людях, которые меняют мир.